Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я бы хотел показать, как можно сделать червивую ферму или ферму червей на вот таком вот участке земли из травы, листьев и всех таких вот органических отходов. Я уже вот разровнял участок земли, как вы можете наблюдать. Теперь я приношу два ведра воды и буду заливать его водой. Пролил водой землю и выложил сверху листву. Это листва от грецкого ореха, вы можете выложить совершенно любую листву, любые растительные стебли какой-то культуры. Можно сухую, можно мокрую, влажную, то есть это как бы не сильно принципиально. Если сухая, то нужно увлажнять, поливать, поэтому проливаем. Вот я пролил и буду сейчас выкладывать еще один слой, а нет, вру, тот я пролил, вот это я выложил еще один слой сухой. И сейчас вот его я буду проливать еще раз. По два ведра получается, плюс лейка, когда просто два ведра, я каждый слой проливал. Вот еще один слой уже готов и надо будет принести еще ведра и лейку и еще раз все это пролить. И сверху я уже потом непосредственно положу вот эту вот обычную траву, только свежая срубленную. Вот так вот получилась ферма, она выглядит по завершающей стадии. Можно больше слоев, можно меньше. И на этом конец. Будем смотреть через два месяца, что у нас получилось. Прошло два месяца с момента создания моей фермы червивой. Вот такая вот ферма. Итоги. Смотрите, какие получаются червяки. Так, сейчас провод. Сейчас вот. Думаю, видно. Что было лучше видно, вот на баночку. Высыплю. Смотрите, то есть червяки толстые, отменные, хорошие. Это все с моей червивой фермы. То есть вообще замечательные экземпляры червей. И все это просто на обычной траве. Так, это я тут уже копаю, просто собираюсь завтра на рыбалку. В срочном порядке. Сейчас вот я вам покажу. Вот тем, кто не верит, вот смотрите, вот. Уже есть. Вот он, красавчик. Вот он. Гляньте, ну чем не червячок. Отличный вообще, отменный червячок. Я копаю в навозе еще червей. Там их гораздо больше, но они там маленькие. Ну, то есть они тоненькие вообще. Я не знаю, почему так, но в навозе вот так. У меня же здесь они прям вообще толстые. Но их мало. То есть я тут немножечко с фермой, ну, я как бы на нее подзабил, если честно сказать. Вот еще червячок. Вот она. Я подзабил на нее. Я ее когда сделал, каждый день поливал. Потом пошли дожди, я ее поливал. А потом я ее как бы, ну, после дождя точнее поливал, а потом я ее забросил. Просто вот забросил и все. Забыл я за нее. Думаю, ну, ладно, забыл и забыл. И ходил как бы копать в навоз, потому что я понимаю, что это как бы дело не быстрая ферма. Вот видите, тут земля прям вообще, пласт земли, который мы засыпали как подушку, он вообще сухой. Все черви, они вот в этой вот листве. Если у вас есть возможность, как бы сюда много травы подкидывать, ну, постоянно, то есть добавлять травы, поливать, 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 будет очень отличная ферма. Я советую еще. Так, вот. Вот уже спрятался, смотрите. Вот, смотрите, красавец какой. Блин, неудобно снимать одной рукой, а второй рукой копать. Ну, надеюсь, вы меня поймете. И я надеюсь, вы понимаете, вот еще один червячок. Надеюсь, вы понимаете, что вот как бы имеет место быть. Ну, как бы увидите, на моем примере я как бы показываю, что вот есть червячки, как бы все. Ну, да, их маловато. Но это потому, что я забил, я не поливал. Если взяться и поливать каждый день, потому что червяк красный, старатель, он любит мокроту. Он любит мокроту конкретную, и надо его прям заливать. Тогда будет вообще замечательно. Ой, блинский, ай, да, неудобно, пипец. Ничего не сделаешь ради видео. Вот, еще один. Ну, отменный червь, отменный. Мне здесь, я сейчас раскопаю тут все. Мне на рыбалку точно хватит, на одну. А на остальные я потом еще не буду смотреть. Я буду, наверное, еще сверху подкладывать траву, которую палю на огороде, и потом еще заливать. Потому что, я же говорю, мокрота, это все для червяка. Вот, надо, чтобы было мокро прям. Тогда и толк будет, тогда и червей будет уйма. И прикол в том, что в листьях, вот вы понимаете, можно спокойно как бы ковыряться, вы совершенно, ну, то есть не противно. Можно сделать проще. Можно сделать компостную яму, выкопать яму, и туда засыпать постоянно отходы всякие бытовые. Ну, типа там очистки, там от морковки, от картошки. Там будет больше червей, намного больше. И они там даже будут крупней. Но проблема в том, что когда будешь ковыряться в ней, это же там будет все гнить, там будет вонять. Очень сильно вся эта фигня. Будет вонь. Если вы не хотите в воне, и вам противно в ней лазить, ну, там есть люди, которым противно в навозе лазить еще где-то, то вот этот вот вариант, это для вас. Но надо заморачиваться, надо как бы стараться, надо копать, носить, надо поливать, и тогда будет счастье. Поэтому я вот подал идею, вот пример, результат как бы работы моей. Как видите, все это работает, и место быть, и червяки, ну вот, но они отменные. Я не знаю, вот как сравнить с пальцем моим. Вот сравните. То есть вообще великолепные черви, и они живут, чувствуют себя здесь просто прекрасно. Мой совет, поливайте, делайте. И это листья, трава, то есть она вообще не воняет. И можно будет собирать вообще. И самый плюс огромный, то, что она очень легко отмывается от рук. Раз, отмыли, и все. Так, ну, на этом мое видео заканчивается. Я думаю, кому-то будет полезна моя ферма, кто-то возьмет на заметку. Поэтому подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И попрощался уже с вами, но не сказал, самый главный плюс этой фермы. Когда вы все разворотили, вот эту вот ферму, вы ее потом просто разровняли, простукали лопаткой, протрамбовали, и опять залили водичкой. Все. И потом у вас также будет здесь происходить процесс перегнивания, и будут черви. И самый главный плюс – это весной. Когда вот у вас будет осень, золотая пора, и все, хоть и делается эта ферма два месяца, ну, то есть долго, но зато осенью все листья, все сюда прям кучей наваливаете. Не будет, что у вас будет вот такая вот куча. Ничего страшного, просто более-менее ее расформируете, разгребите, и все. И потом весной, самой ранней, когда ни у кого не будет червей, вы будете всегда с червями, и с вот такими вот отменными, и отборными, как у меня в банке. Поэтому удачи вам и больших трофеев!